Добрый вечер, уважаемые участники нашего еженедельного вебинара. Что такое криптовалюты и как можно на них заработать? Прежде всего, хотелось бы уточнить, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли начать наше сегодняшнее обсуждение. Как обычно, попрошу поставить плюсики в общий чат, если вы меня видите и слышите в данный момент. Да, отлично. Отлично, спасибо. Спасибо, вижу обратную связь. Можем переходить уже к рассмотрению основных вопросов, которые намечены на сегодня. У нас уже за несколько вебинаров, которые мы провели, сложился определенный порядок действий. Прежде всего, мы обсудим буквально кратко теоретические аспекты. На это мы потратим примерно 7, максимум 10 минут, потому что мы понимаем, что среди вас, возможно, есть те, кто только начинает знакомиться с данной сферой. Поэтому какую-то первоначальную базу мы теоретическую предоставим сейчас. Но затем уже перейдем к гораздо более практикоориентированным вещам. Точнее, обсудим те фундаментальные основания, те новости, которые нас ожидают в ближайшие дни. Либо обсудим те события, которые уже состоялись и которые могут повлиять на движение по основным криптовалютам. Также проанализируем те торговые идеи, которые были сделаны в ходе прошлого вебинара. Поймем, где мы сработали правильно, где, может быть, не очень. И, конечно же, проанализируем основные криптовалюты на предмет их дальнейшего движения. Именно выясним потенциал и торговые идеи, наиболее интересные по 8 основным криптовалютам, которые доступны для торговли в а-маркетс. Ну и анонсируем несколько наших интересных разработок, продуктов. Но это все уже ближе к концу нашего сегодняшнего мастер-класса. Итак, что такое биткоин, я думаю, вы наверняка уже слышали. Это актив, который полностью является виртуальным, либо цифровым. Аналог любой валюты, скажем, будь то рубль, либо доллар. Но отличие лишь в том, что, во-первых, его нельзя положить в обычный кошелек, и нельзя отдать, скажем, монету за какой-то товар в магазине. Хотя при этом можно купить практически все, что угодно на криптовалюты в данный момент. Об этом чуть позже, кстати, поговорим. Есть очень интересная новость по тем точкам продаж, тем магазинам, в том числе онлайн-ретейлерам, которые уже принимают криптовалюты. И отличие, конечно же, в том, что никакой центральный банк, либо государство, правительство страны никак не влияет на, скажем, размер эмиссии, то есть размер выпуска биткоина, либо других криптовалют, и никак не может повлиять на его курс. То есть здесь в расчет берется только психология участников рынка и их сделки, их запросы на покупку, либо продажу какой-то определенной криптовалюты. Вот, собственно, если мы говорим кратко, то, по сути, любая платежная система, будь то векмани, либо киви, яндекс.деньги, например, то, чем мы уже давно пользуемся, является такого рода прототипом криптовалют, но за исключением того, что мы имеем на нашем кошельке, скажем, криптовалют, не какую-то номинальную, точнее, не какую-то реальную денежную единицу, а номинальную цифровую валюту. Зачем нужны криптовалюты? Довольно логичный вопрос, который возникает у каждого новичка. Казалось бы, есть уже сформированная финансовая система, где мы можем легко купить, либо продать какой-то товар за привычные нам валюты, но, опять же, чуть позже мы об этом поговорим. Есть ряд преимуществ, которые делают биткоин просто необходимым в современных реалиях. И недаром ходят слухи о том, что криптовалюты в скором времени заменят полностью те деньги, привычные, которыми мы пользуемся сейчас, и составят основу для будущей новой финансовой системы, поэтому в этом отношении, конечно же, важно понимать, как данная сфера функционирует. Но на самом деле расчеты и платежи – это сейчас довольно мало кого интересует в отношении криптовалют. Есть статистика, что всего лишь 25-30% от кошельков биткоина используются по прямому назначению, то есть в качестве единицы или метода расчета за какие-то товары. А вот остальные участники системы просто хранят биткоины на своих кошельках, рассчитывая на то, что данный актив продолжит расти в цене. Поэтому вторая функция, которая есть у криптовалют и метод их использования заключается в том, что можно довольно неплохо зарабатывать на изменении курса криптовалют и за счет инвестиций либо спекулятивного заработка. Двигаемся далее. Далее, биткоин появился первым в далеком 2008 году. Ну, относительно далеком, потому что за столь короткий промежуток времени, во-первых, мы можем наблюдать рост стоимости биткоина во много тысяч раз. Изначально он стоил всего лишь несколько центов, либо в какой-то момент практически вообще ничего не стоил. А сейчас мы уже видим, что за него дают более 4 тысяч долларов в данный момент по нынешнему курсу. Новые биткоины появляются в качестве вознаграждения за то, что каждый пользователь системы так или иначе участвует в ее работе. То есть, повторюсь, нет какого-то единого механизма, либо, скажем, условного завода по производству этих монет или печатного станка, как мы привыкли понимать в случае с обычными деньгами, а лишь есть вознаграждение за обработку тех транзакций, которые делают участники системы в данный момент. Ну, простой пример. Я могу скачать на свой компьютер специальную программу, которая будет выполнять определенный алгоритм действий, в частности, принимать участие в обработке тех платежей, которые, например, вы сейчас будете делать в качестве оплаты какой-то услуги. И за это, за то, что я помогаю системе функционировать, мне полагается определенное вознаграждение, которое поступает, скажем, на мой кошелек в виде криптовалюты. Вот, собственно, единственный способ получения новых криптовалют, помимо того, что вы можете их купить за обычные деньги в каком-нибудь обменном пункте, либо на бирже криптовалют, ну, либо попросив их в качестве перевода или оплату другого участника системы. Ну, довольно известный факт, что количество биткоинов заранее известно и ограничено. Здесь есть один интересный момент. Казалось бы, с одной стороны, мы заранее знаем о том, что биткоинов всего лишь 21 миллион, всего лишь по сравнению с другими валютами из реального мира. Но, с другой стороны, мы видели в августе текущего года, как один биткоин, одна так называемая цепочка блоков разделилась на две. То есть из одной валюты стало две. И вот это, на самом деле, по мнению многих, скажем, скептиков данной сферы, вот полностью нивелирует такое преимущество, как заранее известное и ограниченное число монет. То есть, если биткоин будет делиться, то и монет в обращении будет больше. Ну, вот именно тех биткоинов, которые изначально были запрограммированы и созданы, их, конечно же, больше не будет, но будет больше монет, которые являются похожими или идентичными на данную криптовалюту. Вот, возможно, вы слышали про биткоин кэш, который появился первого, в начале августа нынешнего года, и во многом был призван взять на себя часть функций по проведению именно платежей. Потому что все-таки транзакции в биткоинах пока не моментально происходят, как изначально планировалось. Сейчас из-за резкого увеличения количества операций в системе биткоин между участниками и оплата различных услуг, мы видим, что срок обработки транзакций возрастает и занимает примерно 10-15 минут, если вы, скажем, не платите какую-то повышенную комиссию за срочный перевод. Поэтому, конечно, биткоин кэш отчасти данную проблему решил. И, несмотря на то, что происходит, скажем, разделение биткоина, и, возможно, в дальнейшем оно состоится, тем не менее, есть факты, будут влиять на дальнейший рост стоимости данного инструмента и на рост сферы криптовалют в целом. Ну, мной уже было сказано, что биткоины хранятся на специальных кошельках. По аналогии, скажем, с кошельком любой электронной платежной системы. Мы выделили ряд причин, почему биткоин будет расти и дальше, отметив, что сама технология этому способствует, к тому, что вот есть определенные, скажем, элементы, заложенные изначально разработчиками данного актива. Есть еще и фундаментальные факторы. Мы регулярно видим все новые и новые новости касательно развития инфраструктуры криптовалют и их нового применения. То есть мы можем отметить, что за последний год, благодаря во многом появлению такой криптовалюты, как Эфир, которая, по сути, является скорее даже не криптовалютой, а специальной платформой для проведения ICO-проектов, например, или так называемых смарт-контрактов. То есть это новый способ заключения сделок, по сути. То есть к чему я веду? К тому, что мы до конца еще даже не понимаем весь потенциал использования криптовалют. Мы вновь и вновь видим, как находится новое применение для данной сферы. Вот недавно была новость о том, что одна из криптовалют Ripple используется уже крупнейшими банками мира для того, чтобы сделать работу системы более эффективной и расчеты определенные, клиринг, так называемые операции, уже проводятся с использованием технологии блокчейн и с использованием технологии криптовалют. Мы чуть позже обсудим три новости. Это такой своеобразный топ-3 новостей, которые были опубликованы буквально вчера, либо сегодня. Это очень важные события, и они в любом случае подтолкнут биткоин к дальнейшему росту. Вот что именно в них заключается, я вам буквально через несколько минут уже сообщу. Можно выделить, и нужно обязательно начинающим познакомиться с двумя такими понятиями, как блокчейн и ICO. Блокчейн – это попросту та технология, название той технологии, на которой основаны все криптовалюты. То есть это просто способ хранения и обработки информации, при котором, скажем, вся информация хранится не на одном сервере, не на одном компьютере, допустим, а на множестве компьютеров, на множестве узлов системы. То есть вот мы отмечали, что вознаграждение выплачивается каждому, кто занимается майнингом, так называемым. Криптовалют выплачивается именно за то, что этот компьютер участвует в обработке платежей и участвует в работоспособности системы. Вот буквально сегодня была информация, есть специальные сайты, на которых можно увидеть статистику о количестве узлов, так называемых, то есть те элементы системы, которые постоянно участвуют в обработке операций. На данный момент их более нескольких десятков тысяч. Далее, ICO – это способ по привлечению инвестиций на основе технологии блокчейн и криптовалют. То есть мы уже отметили, что это стало возможным благодаря появлению такой площадки, как, точнее, такой криптовалюты, как Эфир, которая, по сути, представляет собой платформу для привлечения средств и проведения подобного рода проектов, ну, точнее, их реализации. И вот, конечно, очень интересный факт, что молодые стартап-компании сейчас могут собрать более 100 миллионов долларов буквально за считанные дни. При этом есть возможность на этом хорошо зарабатывать у всех, кто участвует в ICO в качестве инвесторов. То есть вы можете купить так называемые токены заранее, еще до момента их начала официальной торговли на бирже криптовалют, например, и заработать на этом после резкого увеличения стоимости этих токенов, которые обычно происходят ближе к анонсу какого-то важного продукта, либо перед запуском торговли на бирже. Ну, допустим, если, скажем, у вас есть какая-то небольшая интернет-компания, чаще всего это IT, либо, может быть, проект из реальной бизнес-сферы, и вам необходимы, скажем, инвестиции, вы можете выпустить определенные токены. То есть по аналогии с IPO, так называемым, когда компания размещает акции на бирже, вы можете разместить токены в свободном доступе, и те, кто верит в вашу компанию, либо планирует пользоваться вашими услугами в дальнейшем, купить сейчас определенный купон или токен на то, чтобы в дальнейшем получить эту услугу, скажем, бесплатно, либо с большой скидкой. И вот благодаря наличию дополнительных факторов, которые могут повлиять на резкое увеличение стоимости токенов, ну, например, рост интереса к данному проекту, либо, скажем, предполагаемый запуск торговли токенами на криптобирже, вот можно наблюдать очень резкий рост стоимости данных инструментов. Далее, главный вопрос, который возникает у каждого, кто начинает работать с данной сферой, где открыть торговый счет, то есть как начать торговлю криптовалютами, через какую компанию можно это сделать. Есть два варианта. Есть вариант с использованием биржи криптовалют, либо с использованием регулируемого брокера. Как раз-таки компания Амаркетс является именно регулируемым брокером с защитой до 20 тысяч долларов для каждого клиента, с наличием физических офисов. Вот это все то, опять же, чего нет у биржи криптовалют. Возможно, вы слышали, что несколько из бирж просто в свое время объявили о банкротстве и не смогли выполнить свои обязательства перед трейдерами, которые с ними работали. Вот в случае работы с регулированной компанией, брокером, например, Амаркетс, да, вы с данной проблемой не столкнетесь, потому что есть специальный комбинационный фонд от регулятора, от финансовой комиссии. Ну и более того, вы, в принципе, все плюсы можете видеть на вашем экране, на слайде. Используется наиболее востребованная в мире платформа Меда Трейдер 4. В нее мы сейчас перейдем сразу после завершения этого слайда. И вы сами увидите, какие инструменты для анализа рынка и для поиска оптимальной торговой возможности, для поиска точки входа в сделку, предоставляет платформа Меда Трейдер 4. На самом деле существует несколько основных индикаторов и инструменты технического анализа, так называемого. Если вы с трейдингом знакомы, то в любом случае слышали про теханализ. Конечно же, все это есть в МТ-4. Именно данный функционал позволяет вам совершать наиболее эффективные торговые операции. С основной презентацией все. Мы даже затронули несколько больше информации и страгивали практические аспекты, в том числе, нежели изначально планировали. И теперь самая важная часть, самая интересная, пожалуй, тоже. Это основные новости и анализ торговых людей, которые нас ожидают. Итак, буквально вчера была опубликована новость о том, что будет запущен первый ETF-фонд. Это будет сделано в Канаде на основе биржи, которая в Торонто находится. Что такое ETF? Это производный инструмент финансовый, который торгуется на официальной бирже, то есть на фондовой бирже, а не на бирже криптовалют, которая находится, скажем, просто на сайте в интернете и представляет собой, скажем, какую-то площадку, которая мало регулируется и является, по сути, непрозрачной для внешних участников и не может похвастаться надежностью. И вот мы узнаем, что буквально в конце этого года уже будет запущен ETF, то есть официальный индекс, можно его с индексом, простую аналогию провести, ETF-фонда на фондовой бирже в Канаде. Что это означает? В чем главный плюс? Мы ранее на слайде могли видеть, что одной из потенциальных причин роста дальнейшего биткоина является тот факт, что пока еще крупный капитал, институциональные инвесторы в лице страховых компаний, хедж-фондов, банков не могут официально инвестировать в криптовалюты, потому что законодательство стран им это запрещает делать, регулятор США, например, запрещает это делать, инвестировать в бумаги, которые меньше определенного рейтинга надежности, и другие страны следуют по тому же пути. И вот как только появится ETF-фонд на базе канадской биржи, мы сможем увидеть, как крупный капитал этих больших участников рынка будет направлен в данную сферу. Я уверен, что это событие вызовет огромный интерес, и с момента запуска данного ETF-фонда будет рост биткоина как минимум на 30-40% от тех котировок, которые будут на тот момент. Опять же, только потому, что резко увеличится капитализация. То есть капитализация это то, говоря простым языком, сколько денег находится в той или иной сфере, в том или ином инструменте. То есть, например, если, скажем, акции Сбербанка, их всего выпущено, допустим, 100 штук, и каждая из них стоит 10 рублей, то мы понимаем, что совокупная капитализация будет равна 1 тысяче рублей. И вот, если, скажем, мы увидим, как начинается торговля с производным инструментом ETF, да, то сразу вырастет резко именно данный показатель капитализации этой валюты. Поэтому, опять же, котировки обязательно должны в таком случае пойти вверх. Следующий интересный момент, то, что вот мы говорили о том, что пока еще платежи и переводы немного участников системы делают со счетом, с кошельком на кошелек биткоина, и пока еще мало кто оплачивает свои покупки биткоином, рассчитывая просто на его рост. Вот эта ситуация может поменяться после того, как Амазон, это крупнейший онлайн-ретейлер США, да и один из крупнейших во всем мире, начнет официально принимать биткоины. На самом деле появилась такая информация, пока она еще на уровне слухов находится, о том, что в ходе пресс-конференции 26 октября текущего года мы увидим, точнее услышим в ходе этой презентации новость о том, что Амазон начнет принимать биткоин. Это означает, что те, скажем, держатели криптовалют, которые имеют их на своем кошельке, смогут воспользоваться данной опцией и совершать покупки, используя, скажем, непривычные доллары, а именно криптовалюты. Безусловно, после того, как будет об этом объявлено, мы также сможем увидеть рост биткоина, рост следом других криптовалют, потому что это означает, что количество операций в системе, транзакций, так называемых, будет резко увеличиваться. И, наконец, тоже новость, касаемая инфраструктуры криптовалют. Дело в том, что планируется создание специальной биржи для ICO. Мы говорили уже о том, что ICO приобретает огромный размах, и буквально каждый день мы видим, как примерно 3-5 ICO проводятся. Мы отметили, что это можно очень неплохо зарабатывать, но есть очень важный риск, связанный с тем, что пока эта еще сфера мало регулируется. То есть, допустим, ICO представляет собой просто сайт, на котором производится сбор определенных монет на реализацию инвест-проекта. И вот если, допустим, какой-то проект не удалось запустить, либо ожидания от него не оправдались, то ваши токены никто затем не купит, либо просто тот коллектив, который собирал эту сумму, та компания откажется принять их и выплачивать какие-то суммы. Но вот данная проблема будет также решена путем создания биржи ICO. То есть, буквально сегодня было сообщение о том, что две довольно крупные компании в блокчейн-сфере из США и Китая, если я не ошибаюсь, запустят биржу, которая будет регулироваться регулятором SEC. Это комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам, которая находится в США, и в данный момент контролирует практически весь фондовый, фондовый, биржевой рынок данной страны. Скажем, те биржи NICE, либо NASDAQ, о которых вы, возможно, слышали, они все так или иначе регулируются вот этой комиссией, которая называется сокращенная SEC. И вот на самом деле с появлением биржи ICO, на которой будут торговаться эти токены, и с появлением такой биржи под крылом мощного регулятора, будет окончательно утвержден статус криптовалют и токенов как надежных активов. То есть больше не возникнет ситуации, когда, скажем, вы перевели в качестве инвестиции, в качестве участия в ICO какую-то сумму, скажем, несколько эфиров, а потом просто сайт перестал работать. К сожалению, в данный момент такие ситуации происходят. То есть есть ICO, которые вырастают в цене в 10 и, может быть, даже в большее количество раз, буквально за несколько дней. Мы видели множество наглядных тому примеров. Но есть ICO, которые являются абсолютными пустышками, и сайты, которые перестают работать спустя несколько дней, после начала сбора средств. Поэтому, опять же, вот с появлением такой биржи, с хотя бы официальным ответвением о ее создании, которое уже состоялось предварительно, и в ближайшие дни будет дополнительное подтверждение, мы увидим, что позитив на рынке вернется. После тех негативных событий, которые были связаны с Китаем, мы видим, что в данный момент, по сути, весь негатив из Китая уже был нивелирован, мы вернулись выше уровня в 4 тысячи за 1 биткоин. Вот сейчас мы переходим как раз-таки в торговую платформу Миратрейдер 4, чтобы мы смогли наглядно оценить те торговые идеи, которые можно использовать в самые ближайшие дни. Пожалуйста, поставьте плюсики в общем чате, если вы видите торговый терминал и график цены. Да, отлично, вижу плюсы, спасибо. Начинаем рассмотрение с позиции технического анализа. Вот платформа Миратрейдер 4, то, о чем я говорил, которая предоставляется брокерам Амаркетс для торговли криптовалютами. Отмечу, что для торговли доступно 8 основных криптовалют. Давайте я их перечислю. Это, конечно же, биткоин, эфир, эфир классик, зекэш, монеро, лайткоин, дэшкоин и рипл. На каждый из них мы сейчас остановимся, у нас еще есть сегодня достаточно времени на это, и обозначим те тенденции, которые будут преобладать в перспективе ближайших дней на этой неделе, ну и в начале следующей недели. То есть у следующего вебинара, который состоится в следующий четверг, в 19.00 также по московскому времени, будет обозначен план действий, то есть тот алгоритм, которого вы можете придерживаться, чтобы заработать на изменении курса криптовалют. Отмечу, что мы на вебинарах даем такие более долгосрочные идеи, а те идеи, которые появляются внутри торговой сессии, они публикуются в нашем крипто-канале в Телеграме и в специальном крипто-чате. Вот насколько я вижу, уже в общий чат на нашей площадке, сейчас на которой проводится вебинар, уже скидывали ссылку для перехода к Телеграм-каналу и обсуждения тех событий, и тех торговых идеей, что самое главное, которые будут ждать нас в следующие дни. Итак, биткоин, как я уже сообщил, закрепился выше 4 тысяч долларов. Это состоялось буквально несколько часов назад. И стоит отметить, что это довольно серьезный сигнал для тех, кто рассчитывает на дальнейший рост стоимости биткоина. Мы можем говорить о том, что есть предпосылки к дальнейшему росту, потому что вот тот нисходящий канал, который у нас сформировался, я думаю, что вы видите его на графике, синяя линия, направленная вниз. Это была область так называемого сопротивления, то есть та граница, выше которой биткоин не мог подняться долгое время. И вот мы наблюдаем, что в течение последних дней пробой данной границы состоялся, и мы оказались уже выше нее. Это означает, что те, кто продавал вдоль этой линии, вдоль этого нисходящего тренда, наслажды закрывают свои позиции на продажу и будут уже ориентироваться на покупку биткоина. То есть, ну, по крайней мере, закроют свои шартовые позиции. То есть, в любом случае, так или иначе, выкупят биткоин, который ранее продавали. И это спровоцирует, конечно же, дальнейший рост цены. Плюс я уже отметил, что тот негатив из Китая, который мы видели в последние недели, который очень сильно давил на цену биткоина. Мы видели даже снижение до 3000 долларов. В ходе позапрошлого вебинара мы отмечали, что это важная отметка, от которой, возможно, будет разворот. Так оно в итоге и получилось. На прошлом вебинаре мы рекомендовали продавать биткоин, и на этой сделке можно было заработать порядка 200 долларов, продав один биткоин. Ну, возможно, вам странно слышать, что можно продать биткоин, не имея его фактически. На самом деле, торгуя через брокера, вы можете открывать сделку и на продажу тоже. То есть, это происходит следующим образом. Все довольно просто. Вы как бы занимаете биткоин и продаете его по той цене, которую вы видите в терминале. Затем, когда вы решите закрыть сделку, вы выкупаете его обратно и отдаете брокеру, например. Ну, либо, если говорить еще проще, то торговля ведется на основе CFD-контрактов, так называемых. То есть, это контракт на разницу цен. Это ценная бумага, в которой, скажем, указано, по какой цене вы продали какой-то инструмент. И затем, закрывая позицию, фиксируется на закрытии. То есть, вы полностью участвуете как в снижении курса криптовалюты. Опять же, в этом большое отличие и большое преимущество по сравнению с майнингом криптовалют, потому что, как мы отмечали в начале вебинара, можно зарабатывать и на майнинге криптовалют, но в таком случае вы не будете зарабатывать при снижении курса биткоина, либо других единиц валюты. А будете зарабатывать только в случае роста котировок. Если же вы торгуете и совершаете спекулятивные операции через брокера, то, конечно, вы зарабатываете на снижении курса тоже. Так вот, возвращаемся от этого небольшого отступления технического к графику цены. Хотелось бы отметить один важный ценовой уровень. Это горизонтальная отметка, ее можно провести следующим образом. Как раз-таки на уровне в 4 тысячи долларов находится очень важный и психологический, и технический уровень для тех, кто продавал ранее. И можно отмечать, что если мы в ближайшие дни закрепимся выше этого уровня, выше отметки в 4 тысячи долларов, то мы будем наблюдать дальнейший рост стоимости. Вполне вероятно, что уже в ближайшие недели мы протестируем отметку в 5 тысяч, это тот максимум, который у нас был несколько недель назад сформирован. Опять же, я отмечаю, что тот негатив, который был по поводу запрета страны Китая, всех ICO и по поводу возможного запрета бирж-криптовалют, он уже оказался нивелирован, то есть никак на участников рынка данная информация не повлияла. Те, кто в пайнике продавал в первые дни после выхода этих новостей, уже свои сделки закрыли. И вот тот объем на продажу, который был, он оказался весь выкуплен теми, кто все еще верит и рассчитывает на дальнейший рост. Поэтому, если мы говорим с вами про основные уровни, то вот мы уже отметили, что состоялся пробой нисходящего тренда. Кроме того, у нас есть линия поддержки, это вот то, что находится в нижней части монитора. Это то значение, та линия, вдоль которой совершаются покупки трейдерами, стоящими в длинных позициях. И мы видим важный уровень в 4 тысячи долларов, что дает нам все основания технически для того, чтобы рассчитывать на удорожание биткоина в дальнейшем. То есть ранее мы сказали, что и фундаментальное основание в лице трех важных новостей нам также способствует к тому, чтобы открывать позиции на покупку. Да, отмечу, кстати, что в общем чате можете задавать вопросы, если... Ну, время в любом случае останется в конце, поэтому в любом случае мы на них с вами найдем ответ. Но другое дело, что покупать прямо сейчас биткоин может быть большого смысла нет в плане эффективности. То есть можно дождаться наиболее лучшую точку для открытия позиции. Это можно сделать после небольшого отката, то есть коррекции вниз. Потому что мы видим, что последние две свечи на 4-часовом графике, они красного цвета, и есть такая локальная тенденция буквально в течение сегодняшнего дня на снижение. Но потеряли, в принципе, мы немного по биткоину порядка 150 долларов, если мы говорим про сегодняшний день. Поэтому сейчас есть цель для снижения в область 4 тысяч, вот там, где две эти линии как раз-таки пересекаются. И уже от этих уровней можно будет совершать покупки по наиболее выгодной цене. Следующий момент, следующая информация, которую можно использовать, это покупка выше следующего важного уровня. это отметка в 4,370. Вот можно... Так, секунду, не совсем ровно. Линия на график была нанесена. Ну, проще будет сделать просто вот таким образом. Да, мы видим, что существовало определенное скопление объема вблизи данной области еще несколько недель назад перед тем сильным снижением, которое мы видели. поэтому, если мы окажемся выше отметки в 4,370, то это будет дополнительным сигналом для того, чтобы покупать биткоин. Тоже точно мы увидим как минимум 4,600. Это вот следующий уровень, опять же. То есть можно будет 300 долларов заработать как минимум при открытии сделки вот в тот момент. Но, повторюсь, существует очень большая вероятность того, что мы можем протестировать отметку в 5,000 доунов уже в самое ближайшее время. Это что касается перспектив биткоина, главной криптовалюты. Отметим важный момент, то, что все прочие криптовалюты так или иначе с биткоином коррелируют. То есть если вы, скажем, посмотрите на график, допустим, того же эфира либо в большей степени к лайткоину это относится, то сможете отметить такой факт, как корреляция между этими инструментами. И поэтому, опять же, мы в ходе прошлого вебинара отмечали, что если вы видите, что биткоин снижается либо есть предпосылки для снижения, то нужно быть аккуратными с покупками других криптовалют. Но, с другой стороны, очень интересным еще выглядит портфельный подход, когда покупает сразу несколько криптовалют на довольно долгосрочную перспективу. И сделки закрываются после того, как одна из них выстрелит в цене. Ну, то есть, например, если мы купили биткоин, эфир и, допустим, допустим, Монеро в равных долях на наш торговый счет, то просто ждем, пока какая-то из них существенно вырастет в цене. Вот, допустим, Монеро вырос, скажем, с 50 долларов до 150. И как только мы видим резкий импульс по одной из тех валют, которые есть у нас в портфеле, мы закрываем эту позицию с прибылью. При этом, скажем, закрыв сделку по Монеро, мы оставляем открытую сделку по биткоину и по эфиру, в нашем примере. И как только остальные криптовалюты подтягиваются в цене, то есть также подрастают, мы фиксируем позицию прибыль и по оставшимся инструментам нашего портфеля. Ну, кстати, забегая низко вперед, отмечу, что в компании Амаркетс мы создали свой инвестиционный портфель на основе криптовалют. В него включены пока биткоин, эфир и лайткоин. И мы можем видеть, как после коррекции портфель набирает обороты. У него очень хорошие перспективы, если биткоин, скажем, он может в процентном соотношении вырасти в ближайшее время всего на, скажем, 20-30%. Да, мы отмечали, что с 4500 он может вырасти до 5000 в ближайшие недели. То вот потенциал роста у криптопортфеля он в разы больше. То есть здесь мы можем увидеть, как в течение, скажем, одного-двух месяцев будет рост порядка 50-70%. Это вот то значение, которое у нас является максимальным сейчас на графике, если провести, опять же, вот такую линию. Да, это вершина, которая у нас была за все время торговли криптопортфелем. И вот этот уровень является целевым сейчас для этого своеобразного индекса на основе криптовалют. Возвращаемся к анализу ключевых инструментов, которые доступны для торговли в компании. И следующий такой актив это эфир. Вот то, на основе чего проводится ICO, о чем мы говорили в начале сегодняшнего вебинара довольно подробно. И скажем, что перспективы для роста эфира также существуют. У нас общая тенденция криптовалюту такова, что после того снижения во многом панического, то есть психологически были многие не готовы дальше удерживать позиции на покупку и начали массово свои позиции закрывать. Вот из-за этого мы увидели довольно резкое снижение котировок и сейчас наблюдаем уже обратную ситуацию, когда мы эту коррекцию завершаем и выходим вновь в фазу роста. То есть можно отметить очень важное значение на графике. Если мы окажемся выше отметки в 310 за один эфир, то можно будет смело его покупать. То есть в таком случае мы сможем говорить о том, что у нас тенденция на рост, восходящая тенденция, она будет продолжена и нашим ориентиром будет отметка в 380 примерно долларов за один эфир. Но если мы не берем в расчет еще первое движение, первая цель будет вблизи уровня 335 и 355 долларов за один эфир. То есть есть интересная ситуация, еще можно отметить, это так называемое сужение. То есть мы можем посмотреть, есть аналог некий и треугольника, это фигура графического анализа, сейчас я проведу ее более ровно по вершинам, точнее по нижним значениям наоборот, графика, чтобы вам стало понятно, о чем я говорю. Есть некий локальный восходящий канал, довольно узкий, поэтому в ближайшее время мы можем за его границы выйти. При этом, если мы выйдем, скажем, в нижнюю сторону, пробив нижнюю линию, то в таком случае потенциал снижения у нас будет составлять порядка тех же 50 долларов примерно, то есть, скажем, на 250 вложенных прибыль может составить 50 долларов, это сами можете посчитать 20% от вашего депозита. Далее, то есть, мы отметили два возможных сценария по эфиру, если мы окажемся ниже отметки в 300, точнее, 290, прошу прощения, то можно будет продать локально эфир, но опять же, учитывая, что биткоин, скорее всего, будет расти в ближайшие недели, и в целом данная сфера, другие криптовалюты тоже, стоит рассчитывать скорее на второй сценарий, это восходящее движение после того, как мы окажемся выше уровня в 310 долларов за один эфир. Я вижу вопрос в чате по терминологии, вот, за консультацией, либо подробными материалами обучающими, можете на сайт omarkets.org обратиться, у нас есть довольно качественные обучающие курсы, в том числе по теханализу рынка, и, конечно же, для того, чтобы эффективно использовать инструменты платформы Мирдзейдзер 4, нужно владеть теми инструментами анализа, которые в нем предусмотрены, в частности, уровни поддержки сопротивления и те индикаторы, которые мы, я думаю, все время останется, чуть позже сегодня тоже рассмотрим. двигаемся далее. Эфир классик, следующая криптовалюта, которая доступна для торговли, мы видим очень интересный момент, сейчас мы подходим к важному значению, сейчас один эфир классик можно купить за 12.90 долларов, это очень важный опять же уровень, то есть уровень называется такая линия, в которую несколько раз цена удаляется и не может ее преодолеть. То есть в данный момент мы видим график эфир классик и отмечаем, что существует довольно много касаний вот именно этой линии, которая есть на графике в ходе прошлого движения цены, вот этот диапазон, то есть цена буквально примерно 7, может быть даже 10 раз касалась данного, но не могла его преодолеть. И вот сейчас мы уже с другой стороны снизу вверх возвращаемся к этим значениям, это означает то, что если мы окажемся выше отметки в 13 долларов за один эфир классик, то мы сможем участвовать в, сможем покупать, то есть зарабатывать на росте данной криптовалюты. То есть вот та торговая идея, которая может быть актуальна в ближайшие дни, это покупка криптовалюты эфир классик выше значения в 13 долларов за одну монету. При этом может нашей целью стать отметка в 20 долларов за один контракт. Далее это криптовалюта Zcash. Вот это то, на чем были заработаны наибольшие прибыли нашими трейдерами в течение последних двух дней, потому что наиболее повышенная волатильность была именно по данному активу. Судите сами, всего за два дня цена увеличилась с 220 долларов до 413, если быть точным на графике. То есть это движение почти в два раза, то есть немного не хватило, чтобы судить о том, что мы выросли на 100% всего лишь за два дня. и это без использования какого-то кредитного плеча либо без заемного капитала. То есть если мы используем только свой капитал, даже в таком случае мы его можем просто удвоить всего лишь за считанные дни. Было вызвано это тем, что крупнейшая биржа в Нижней Корее объявила о том, что будет доступен для торговли такой инструмент как Zcash на ее площадке. Учитывая, что это самая крупная биржа в Корее и одна из крупнейших во всем мире, и там довольно большой торговый оборот и очень много ликвидности так называемой, то есть много участников рынка, много денег вращается, если мы опять же говорим все это на простом допонимании языке, поэтому опять же данный факт, факт того, что данный инструмент там будет котироваться, и торговаться в скором времени, конечно, повлиял на столь резкий скачок. Поэтому советуем в ближайшие дни наблюдать за данным инструментом. Можно будет покупать, вернуться к покупкам выше отметки 310. Этот уровень сейчас обозначу на графике. Вот если мы оказываемся выше отметки 310, то можно будет вернуться к покупкам, если же мы там не сумеем закрепиться и будет хотя бы несколько свечей красного цвета на меньшем тайп-фрейме, например, на часовом. То есть, скажем, условно, если мы окажемся ниже... Так, секунду. Если мы окажемся ниже отметки в 280, то уже будет первый сигнал на продажу. Это вот нижняя линия красного цвета. тот важный уровень, от которого нам можно будет продавать. То есть, вполне вероятно, что те слухи, которые появились и которые вызвали такой резкий скачок, они в дальнейшем не подтвердятся, либо участники рынка переварят информацию, поймут, что она не так важна и не должна повлиять на вкратное увеличение цены и начнут обратно продавать. Данный инструмент можно будет поучаствовать в снижении этой криптовалюты и заработать на снижении котировок. Поэтому вот у нас есть узкий диапазон, то есть область между двумя уровнями 280 и 310. И вот если мы в одну из этих сторон выйдем, за эти рамки, то у нас появляется отличная трудовая возможность для того, чтобы поучаствовать в дальнейшем движении по баре Zcash по отношению к американскому доллару. Далее Monero это тактика валюта, которая прибавила в цене пожалуй больше всех остальных, если мы посмотрим с августа нынешнего года. Она выросла в 3 раза с 50 до 150 долларов США. И мы видим, что сейчас первая волна роста закончена была. Мы находились в стадии коррекции. Это область снижения. Можно так ее выделить. Это тот нисходящий тренд, который наблюдался в последние недели. Но важный момент это, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда можем вернуться к общему восходящему тренду. Поэтому есть ориентир. Также можно купить Монеро даже в данный момент с довольно низкими рисками, потому что можно будет близко поставить стоп-ордер ограничивающий потери. И вот можно будет увеличить объем, если вы купите сейчас, например, после преодоления уровня 105 долларов за единицу Монеро. То есть также мы не раз уже отмечали в ходе наших вебинаров такой паттерн, как двойная вершина. Например, он работал отлично по эфиру в свое время. Вот вы, возможно, видите два касания очень важной отметки в 390. Вот одно касание, затем сходили вниз и вернулись к этому же значению. Вот сейчас мы вполне возможно увидим подобный сценарий и по Монеро, то есть можем вернуться к отметке в 150 долларов. С нынешних 96 это будет довольно ощутимой прибылью, то есть увеличение на 50%, по сути, к вашему торговому счету это без кредитного плеча. Я вижу, что меня поправили в общем части по поводу Лайткоина. На самом деле вместе с Монеро, это главное открытие было августа, хотя и Биткоин тоже сильно рос, много Монеро и Лайткоин выросли там несколько раз, то есть Лайткоин с 50 на тот момент до 92. Все-таки я был прав, да, Монеро вырос сильнее, если мы берем именно отметку отрезок с августа по нынешний момент, да, он вырос в три раза, а не в два как Лайткоин, но тем не менее оба эти инструмента движутся с примерно одинаковой динамикой, то есть те идеи, которые работают по Монеро, они, скажем, могут себя показывать довольно неплохо и по Лайткоин. Мы видим аналогичную ситуацию, у нас есть резкий скачок вверх, есть довольно сильная коррекция, то есть это все исключительно основано на психологии, когда участников рынка сначала много купили, быстро зашли, заработали и также быстро вышли из рынка, зафиксировали прибыль, поэтому так сильно и обвалилась данная гиптовалюта вот в начале сентября. И сейчас мы можем увидеть новую волну роста, вполне возможно, как только мы обновим локальный максимум последних дней, то есть он будет скотироваться, если выше 57 долларов, то появится первая возможность для покупок данной гиптовалюты и у нас паттерн в принципе будет такой же. То есть у нас следующие цели в таком случае это 63, затем 70 и затем уже 81 и даже 90. То есть вот те значения, до которых мы вполне можем дойти в ближайшие недели или может быть месяцы, потому что волатильность хоть и довольно высока по лайткоилю, но думается, что за пару дней такое расстояние не пройдет. Там нужно хотя бы несколько недель, а может быть и несколько месяцев. Вот, кстати, интересная торговая идея была на прошлой неделе по покупке Dashcoin. Правда, вырос он за эту неделю с прошлого четверга. Не то, чтобы очень сильно по сравнению с теми движениями, которые, скажем, мы зафиксировали по после кэш, конечно же, да, в ходе вчерашней торговой сессии. Но, тем не менее, то есть, прошлый четверг он котировался на отметке примерно в 329, мы покупали его в области 330 долларов за один, и сейчас он стоит уже те же самые 340 долларов, но часть позиций закрывалась вот в этом узком коридоре. Если мы посмотрим на меньший таймфрейм, то отметим, что была боковая консолидация, и в таких условиях, конечно, нужно часть позиций закрывать. Поэтому часть сделки была закрыта по 350, и небольшая прибыль все-таки была получена по части данной сделки, вторая часть была скрыта без убыток сегодня, но и теми трейдерами, за которыми я наблюдаю. поэтому сейчас мы отмечаем довольно интересный момент, это боковая консолидация, то есть цена зажата в довольно узком ценовом канале, его можно провести как горизонтально, так и под неким наклоном, но скорее все-таки это такой боковой канал, и как только мы выйдем за его предел, у нас опять же появится возможность для открытия сделки, поэтому отметим уровни в 320 и в 366 долларов, именно от этих значений стоит поработать в ближайшие недели. Это что касается Dashcoin, у нас остается на очереди Ripple, наиболее дешевая криптовалюта, стоит всего лишь 19 центов в данный момент, в последнее время выглядит не очень убедительно, все время снижается, но тем не менее есть основания для того, чтобы рассчитывать на ее дальнейший рост, но опять же в силу того, что так или иначе любая криптовалюта стреляет, тем более Ripple, когда я говорю о том, что банки используют технологию блокчейн, уже сейчас мировые финансовые ведущие институты, они все это делают на основе Ripple, поэтому опять же потенциал для роста этой криптовалюты есть, и мы можем вполне вырасти до 25 центов с текущих 19 за ближайшие дни, что будет составлять примерно 5-30 процентов дохода. Перейдем к вопросам, я думаю, что в принципе мы закончили с тем материалом по анализу инструментов, которые мы для вас готовили, и сейчас посмотрим, какие вопросы вы задавали в общем части. Да, для портфеля. Какие валюты мы можем порекомендовать для портфеля криптовалюту, и в каком процентном соотношении можно устранировать. Дело в том, что мы в компании Markets сами сформировали свой инвест-портфель на основе криптовалют. Он включает в себя биткоин, лайткоин и эфир. Пока это те основные криптовалюты, которые в него включены. Мы считаем, что это наиболее надежные, стабильные инструменты, которые менее подвержены снижению и коррекции на 70-80%, которые мы видим по менее ликвидным инструментам. Поэтому, опять же, их включили в наш портфель. И я сейчас покажу вам его график. На самом деле, он выглядит очень достойно. Наблюдался рост примерно на 50-60% буквально за 2 недели в августе, в конце августа прошлого года. И вот сейчас мы видим, что возвращение происходит к росту. После продолжительной коррекции вновь портфель начинает расти в цене. Причем, как я уже отмечал сегодня, потенциал рост даже выше, чем по биткоину. Поэтому мы советуем включать в портфель в разных долях одну из или несколько из тех криптовалют, которые мы сегодня обсуждали. То есть это 8 наиболее капитализированных криптовалют с довольно высокой волатильностью, но при этом содержащие в себе довольно большой и потенциал для роста, и объем в то же самое время. То есть вот то, о чем мы говорили, капитализация в этом отношении лучше всего работает. Материалы по теханализу на самом деле тот же самый Швагер в часе был предложен вполне резонно, но у нас на сайте, повторюсь, есть целый блок по теханализу. Там все довольно просто, не нужно пугаться тех терминов, которые, скажем, я иногда использую в ходе вебинара. Это простые уровни поддержки и сопротивления, это понятие тренда, тенденции, то, куда движется рынок. Это все можно освоить буквально за полчаса, час времени, поэтому не нужно, опять же, бояться, стоит только собрать информацию о том, как можно анализировать те или иные финансовые инструменты. Новости по криптовалютам появляются на специализированных сайтах, но на самом деле даже не нужно вам пытаться их искать самостоятельно, все есть в нашем телеграм-канале, именно там публикуются, там собраны все самые важные новости и вместе с этим мы даем еще и направление по отработке той или иной новости, то есть не только новость обсуждаем, но и то, куда пойдут криптовалюты после ее публикации. Ну, что касается процедуры входа в ту или другую монету, то все довольно просто, вам нужно скачать торговую платформу на свой компьютер, пополнить торговый счет, кстати, для тех, кто смотрит наш вебинар сейчас, к пополнению торгового счета, мы добавим 25%, то есть у вас будет на счете, скажем, не 10 тысяч долларов условно, а 12500, и вы сможете на эту сумму открывать, сделать и всю прибыль с этой суммы выводить, как и ваш капитал, в любое время. То есть важный момент, то, что вы, уважаемые зрители вебинара, можете получить торговый бонус 25%, плюс специальную книгу от нашей компании по криптовалютам, где будут все основные торговые стратегии рассмотрены, где будет весь теоретический материал, и в том числе информация по техническому анализу тоже. Поэтому вам рекомендую начать торговать, начать знакомиться с данной сферой более подробно, и желательно делать это с нашей компанией. То есть мы будем этому очень рады. Далее, вот если говорим про алгоритм действий, то после открытия торгового счета, нужно просто войти в терминал и нажать кнопку «Купить» или «Продать». Вот торговля, новый ордер. Далее мы выбираем, скажем, объем позиции, допустим, один, и нажимаем «Бай» либо «Селл», то есть «Продать» или «Купить». Все довольно просто. Что касается точки для входа, то есть тот, какой момент это сделать, мы это все создаем опять же в телеграм-канале, либо в ходе вебинаров дадим вам точные уровни, точные значения цены, от которых вы можете эту сделку открывать. Поэтому вот в этом и заключается алгоритм действий. Нет, вывести сами 25% бонуса вы, Сергей, не можете, но всю прибыль, которую получите с использования этих средств, вы выводить сможете. То есть, условно, завели 10 тысяч долларов на счет, получили 25%, да, 12500 у вас и, скажем, заработали еще 5000. Вот 15 вы можете вывести, а 2,5 бонусных останется в компании, да, потому что это средства брокера, то есть наших. Но опять же, всю прибыль с этих средств вы можете вывести без ограничения в любой момент времени. Компания зарабатывает на комиссиях, вы абсолютно правы, комиссия по криптовалютам обычно 0,1% от стоимости, то есть, это гораздо лояльнее, чем на тех же биржах криптовалют, например, либо у других компаний. Вот опять же, советую вам на демо-счет хотя бы и потренироваться на демо-счете. Нет, 25% возвращать не нужно. Но опять же, более точные нюансы лучше уточнить у менеджера, то есть там есть определенная процедура, то есть, скажем, в просадке эти средства участвуют, то есть, допустим, у вас после пополнения на 10 тысяч долларов стало 12500, и вы, если теряете, потеряете их все, то есть, в просадке они участвуют полноценно. Более подробные консультации давайте обсудим в ходе, возможно, личного общения с одним из менеджеров нашей компании. Ну что ж, на этом, в принципе, на сегодня все. По ключевым криптовалютам мы торговые идеи обозначили. С нетерпением будем наблюдать за перспективой и за движением по биткоину. Ожидаем дальнейший рост в самые ближайшие дни. Личный телеграмм, к сожалению, я вам в ходе вебинара не предоставлю. Вы лучше укажите ваши какие-то контактные данные, либо позвоните завтра по общему номеру компании 8800 на сайте он есть markets.org Я скину ссылку и пообщаемся лично на любые вопросы связанные с криптовалютами. 8800 можете спросить любого менеджера, либо даже со мной пообщаться меня зовут Вадим. Напомню, да, вот номер мой коллега отправил в общий чат. В общем, до связи. Каждый четверг мы с вами встречаемся на подобных мероприятиях. Запись велась, поэтому разместим ее несколько позже. Всех рад увидеться, надеюсь, вы используете те торговые рекомендации, которые мы сегодня предоставили, и будем работать вместе на этой площадке по торговле криптовалютами. Всем всего доброго, успехов в торговле, до следующего четверга, и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok